Здравствуйте! Меня зовут Ольга Базанова, с вами студия Живопись Ольги Базановой. Вы захотели писать картины маслом. И что же вам выбрать? Какой материал? Очень просто. Берите побольше белил. Титановое белило это то, что вам всегда необходимо для того, чтобы смешивать цвета. Поэтому титановых белил нужно раза в четыре больше, чем других цветов. Также берите желтый. Желтый светлый. Из него вы можете смешать и лимонный, и более оранжевые цвета в дальнейшем. Также возьмите несколько тюбиков. Необходимый цвет это кадмий красный светлый. Очень хороший оттенок, который дает чистые оранжевые тона при смесях. И также прекрасно работает с другими оттенками. Следующий цвет, который вам необходим, это краплак розовый прочный. Или просто краплак розовый. Также можно заменить краплак розовый на мадженту. Это аналог. В разных странах звучит по-разному. Хороший цвет и дает самые чистые оттенки в переходах. От теплых тонов к холодным. И наоборот. Следующий цвет необходимый. Это какой-нибудь коричневый. Вы можете выбрать для себя классический, такой орехового цвета коричневый. Это марс коричневый темный. Его можно сделать светлей. Его можно сделать темней. Он универсально смешивается со всеми цветами и работает прекрасно. Также замечательно использовать цвет индиго. Это цвет, который дает насыщенный черный оттенок, но при этом имеет небольшую синеву. В некоторых фирмах краск индиго слишком синий, поэтому берите марс черный. Этот цвет очень чистый и также универсальный. Еще. Очень необходимая краска такая, как голубая ФЦ. Она дает чистые цвета и хороша в смесях. Также очень здорово она дает небесно-голубые оттенки при смеси с белилами. Еще существует цвет, без которого трудно писать какие-то вещи. Это зеленый ФЦ. Это очень яркий цвет, который дает бирюзовые нежные оттенки в смесях. И хорошо работает вместе с кроплаком розовым. Два этих цвета дают сложный синевато-серый оттенок. Еще существует цвет. Это фиолетовые. Фиолетовые цвета я не могу сейчас порекомендовать, потому что пигмент фиолетовый во многих фирмах, к сожалению, немножко страдает. Поэтому я рекомендую вам использовать фиолетово-розовый хинокридон. Это цвет, который так называется. Но при этом это очень хороший цвет, который в смесях с синими даст вам стойкий, насыщенный и не выцветающий фиолетовый оттенок. Вот этот список красок, он универсален. Из этого списка красок вы сможете все, что угодно намешать и работать, как вам понравится. Для самых ленивых и новичков рекомендую брать травяную зеленую на пленэрах или где-нибудь, где вы пишете с натуры или не с натуры, или с фотографией, или с фантазией природу. Этот цвет вам очень понадобится. Вот такой список красок, которые вам необходим. Удачного вам подбора красок и пишите этими красками в удовольствие.